Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Начитываю брошюру в партнере Виктора Потапова «Молчание предается Богу». Российская Православная Церковь. Шестое. Свободная Православная Церковь в России. Будущее православия определится не компромиссами с Антихристом, а героическом состоянии и исповедничеством. И. А. Ильин. Плоды сергианства смущают многих православных в России. И поэтому неудивительно, что некоторые приходы в Россию переходят в Свободную Церковь, подмофор Первой Иерарха Зарубежной Церкви. Одной из немногих, увы, православных церквей, не участвующих в экуменизме. Эти общины, их сейчас более 60, образуют Свободную Российскую Православную Церковь, возглавляемую Тремя Архиереями. Московскую Патриархию очень беспокоит существование Русской Зарубежной Церкви. Верно заметил Сергей Шмемен, московский корреспондент New York Times, писавший накануне приезда Патриарха Алексея II в Америку. Кавычки открыты. Небольшая по размеру Зарубежная Церковь является постоянным напоминанием прошлого, о котором московская Патриархия и сам Патриарх предпочли бы забыть. Кавычки закрыты. New York Times 9 ноября 1991 года. Зарубежная Церковь не дает забыть о серегианстве, о новомучениках, о порочности современного экуменического движения, ярым сторонникам которого Патриарх постоянно выступает, что все вместе привело к отступлению от истины. Значительная часть верующих катакомбной церкви присоединилась к свободной российской православной церкви. Это православные русские люди, разделяющие позицию соловецких епископов-исповедников и осудившие декларацию 1927 года мритополита Сергия Строгородского. Эта церковь была особенно сильна в 1930-е по 1940-е годы. Ее чадо подвергались острокизму со стороны серегианцев. А советская власть многих исповедников катакомбной церкви ссылала и даже казнила только за то, что они так и не приняли Сергиевскую декларацию. Эта часть церкви до сих пор не имеет возможности воспользоваться конституционным правом нормального легального существования. Не будем идолизировать переход каждого влона зарубежной церкви. К сожалению, этот переход не для всех вызван поиском истины. Для некоторых это возможность получить то, что не могли они получить патриархии, настоятельства, поездка за границу. Иные же просто ищут своего. И, конечно, нельзя исключить участие сотрудников компетентных органов в том, чтобы дискредитировать ее в глазах православных верующих. Многие ставят под сомнение законность принятого в мае 1990 года решения архиерейского собора Российской зарубежной церкви о принятии духовенства и приходов, выходящих из московской патриархии. Конечно, создание параллельной иерархии и церковной юрисдикции явление объективно ненормальное. Но это явление – следствие тяжелой болезни в жизни российского православия. 20 века, вызванного сергианством. Верю, что как только проблемы, накопившиеся в церковной жизни из-за сергианства, будут преодолены, сами собой отпадут и причины разделения. Заграничная русская церковь никогда не мыслила себя вне ограды русской православной церкви, никогда не стремилась стать автокефальной. В 1945 году на призыв патриарха Алексия I объединиться в московской патриархии первый рак зарубежной церкви митрополит Анастасий Грибановский ответил, что ее чадо «открыты». Никогда не считали и не считают себя находящимися вне ограды православной русской церкви, ибо никогда не разрывали канонического молитвенного и духовного уединения со своей матерью церковью. Вполне правомощным судьей между зарубежными епископами и нынешней главой русской церкви мог бы быть только свободно и законно созванной и вполне независимой в своих решениях Всероссийский церковный собор с участием по возможности всех заграничных и особенно заточенных ныне в России епископов, перед которым мы готовы дать отчет о своих деяниях за время нашего пребывания за рубежом. Кавычки закрыты. Родзянка М. Правда о зарубежной церкви. Православная жизнь Джорджан Виль США 1976 год страница 40. Нельзя отождествлять московскую патриархию со всей Российской церкви. В патриархате много самоутвержденных пастырей, преданных Христову делу, которые в это тяжелейшее во всех отношениях время созидает церковь. Многие защитники московской патриархии, оправдывая ее, любят указывать на этих достойных пастырях-мирян как на доказательство ее жизнедеятельности. Но эти достойные люди проявляют себя не благодаря руководству московской патриархии, а вопреки ему. Автор этих строк воочию убедился в этом. Когда прошлым летом побывал в России, на Валааме, в Рязани, в Печорах, в Пюхтицах, в Шамордино, в Костроме и во многих других местах я встречался с людьми и подолгу беседовал с бескорыстными церковными людьми, не помышляющими об уходе из патриархии, но делающими все от них зависящее, чтобы преодолеть кризис церкви, вызванных сергианством. Многие из них сетовали на то, что вместо проведения реформ и кадровых перемен, особенно в верхах, которые могли бы смягчить напряженность в церкви и сделать ее более жизнеспособной, патриарх пошел по пути дальнейшего усиления. авторитарных начал, исполчение высшей церковной бюрократии, сформированной до перестроечной годы. Чтобы противостоять переходу в русскую зарубежную церковь, которая может принять массовый характер, руководство патриархии решило всеми средствами уничтожить свободную церковь и призывало на помощь власть имущих, сильных мира сего, кстати, излюбленный сергианский метод. Борьба нередко выражается в прямом физическом насилии над общинами, духовенством и верующими свободной Российской Православной Церкви. Кавычки открыты. Противостояние московской патриархии и свободной Российской Православной Церкви далеко не частный внутрицерковный конфликт. Отмечается в Курской областной независимой газете «Акценты». Это неизбежный результат возрождения русского самосознания, методически уничтожавшегося большевиками. Кавычки закрыты. Когда толпа праведников побивает одного грешника, сразу чувствуется, здесь что-то не так. Свободную Российскую Православную Церковь сегодня стремятся побить с редким единодушием и новые власти имущие и старые иерархи Советского Православия. Просто удивительно как быстро целились воедино бывшие гонители и гонимые. Почему так боятся и те и другие своих же православных людей? Почему так ненавидят их? Нелегко в наше время выбрать правильный путь, но тем больше уважения заслуживают люди, нашедшие его в стороне от дорог, протоптанных миллионами, бегущих за очередным вождем. Акценты декабрь 1991 год. Кавычки закрыты. Седьмая. Правда и молитва на путях к воссоединению. Ложь есть истребление любви. Преподобный Ян Лествичник. Горько все это, но мы должны знать правду о жизни церкви в России и особенно сейчас, когда со всех сторон просят священно начали русской зарубежной церкви сесть за стол переговоров с иерархией московской патриархии, памятуя о том предсоборном процессе, в котором призывают орехиерея русской зарубежной церкви. Мы обязаны усилить нашу духовную брань со злом и знать из нашей жизни прежде, чем всерьез начать переговоры по столь желанному воссоединению двух частей русской православной церкви. Орудием в этой борьбе против зла лжи должна быть правда, ибо Господь любит правду. Псалом 10-й 7-й стих. Об этом вспоминает священник, когда облачается в священные одежды и произносит слова священного Писания. Священницы, твои, Господи, облекутся в правду, и преподобные твои радостью возрадуются. Псалом верующими как в Московской Патриархии, так и в Зарубежной Церкви произносят слова замечательной поминальной утренней молитвы. Все мы понимаем значение этих слов, но входят ли они в глубину нашего сознания? Кавычки открыты. И в первых помини церковь твою святую соборную и апостольскую, и уже снабдил и сеть честное твоей кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреобориму адовым врата вовеки сохрани. Раздирание церквей утиши, шатание языческие угоси, и ереси восстания скоро разори и искорени, и вничтожи силы святого твоего духа обрати. Вдумываемся в эти слова. Будем их произнесить не только устами, но главное сердцем, чтобы они всей Господней правды вошли в нашу жизнь и принесли плоды и достойные покаяния. Луки 3.8 Который долготерпеливый и много милостив Господь от нас ждет. Преподобный Ефрем Сирин говорит «Не заключайте свою молитву в одни слова, пусть каждое ваше действие будет богослужением». Церковь учит, что молитва это дело, превращенное в созерцание, а дело есть молитва, ставшая поступком. «Пусть молитва приведет нас к покаянию». Чтобы обновиться покаянием, недостаточно только назвать грех, как это дело дьяка Андрей Кураев, придав ему форму некого безличного, общего, национального и народного, тем самым превратив его из отвратительного и опасного явления в нечто привычное, с чем уже все давно сжились и смирились. не оглашение требуется, а искреннее понимание и признание своей вины, сердечное сокрушение о соделанном и совершенные обновления личности и образа жизни человека по определению преподобного Циака Сирина. То, что было свойственно человеку до покаяния, становится чуждым и не свойственно после. Метанойя изменение ума влечет за собой изменение чувств и поступков и в итоге иная личность новая духовная тварь. Понятно, дело это нелегкое. Такое покаяние для многих торжественно исповедничеству, но без него нам не обойтись. Всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом и Небесным, а кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом и Небесным. Матфей 10 глава 32 стих. Кавычки открыты. Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения. Как бы то ни было тяжело его унижение, но пробьет час. Он соберет свои растерянные нравственные силы и воплотив их в одном великом человеке или в нескольких великих людях, которые и выведут его на покинутую им временно историческую дорогу. Кавычки закрыты. Троицкий потерик, издательство Свято-Троицкий Сергий Лавры, 1896 год, страница 8-9. Произнося эти слова в 1892 году в Московской Духовной Академии, историк В. Ключевский, конечно, имел в виду преподобного Сергия Радонежского, сыгравшего огромную роль в избавлении России от татарского игоя. Слова Ключевского применимы и к другим кризисным периодам русской церкви, в том числе и к нынешнему. В 20 веке лучшая часть русского народа собрала свои растерянные нравственные силы и воплотила их в своих новомучениках и исповедников. Внезапно явлены нам в годы жесточайшие гонения на церковь и просиявшие сонно мучеников и исповедников эти богатыри духа зовут нас к предельной серьезности к молитве. К новомученикам нужно обращаться нам за помощью, за указанием, как исправить нам, чадам русской церкви. Самые ценные духовные плоды даются тогда, когда мы ищем указания у тех, кого считаем правдивее, чище и выше нас. Это и неудивительно, ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Иаков 4 глава 6 стих. А обращение за указанием и за помощью есть определенный плод некоторого христианского смирения. Что же говорят нам мученики нашего времени, жертвы безбожного коммунизма? Они говорят нам всем о том, что необходимо духу нашему возродиться. Духовное возрождение это путь для каждого христианина, а путь к такому возрождению лежит через покаяние. Есть в чем покаяться всем нам, ведь мы все члены единой семьи человечества. Все мы несем ответственность за то страшное безумие античеловечного безбожия, которое более семи десятилетий царило на нашей несчастной родине. Да, есть в чем каяться. Покаяние не есть уныние, оно свобода и совершенная радость. Без покаяния, без жизни духов всякая земная радость в печаль притворяется. Некогда неневитяне услышали призыв покаяния пророка ионы и объявили пост царь неневийский и одели сево вретище от большого из них до малого. И царь неневий сказал, «Кто знает, может быть еще Бог умилосердится и отворотит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем? И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедстве, о котором сказал, что он ведет на них, и ненавел. Иона 3 глава 5-9-10 стих. Святая Четыридесятница неделя Жен Мироносец 1992 год Вашингтон США Слава тебе Боже наш, слава тебе. Все, это брошюра закончилась. Слава Богу за все любое.